Больше 20 лет 20 лет Музей начался вообще интересно по-своему а именно лет 30 30 лет назад скажем так мне предложили один платок знаете, я жил в Пасском Посаде как бы не знакомые Пасадские платки, а мне предложили совсем другой платок вот этот вот Нижегородский залог на сутья, 19-е годы я как бы увидел этот платок он мне как бы был ни к чему но потом я все-таки его приобрел и глядя на этот платок, я подал из Ломышка, что есть не только посадские платки а есть платки вообще совершенно другие ну, то есть разных городов, разных местностей разного производства и так далее такое разнообразие громадное что вот с этого платка началась история этого музея с Востоком и вот эти вот ткани приходили оттуда и шили здесь такие вот парчевые платки это Москва и Коломна почему Москва и Коломна? потому что это основные торговые пути по рекам шли и вот по рекам те города, которые стояли на реке они хорошо развивались тоже были торговые пути это Московский кокошник вот тот платок красненький, интересный вот, это Моргийский платок это Поволжье красных видов, в каждом местности своя ну вот, это вот девичьи, женский кокошник, копытца, злоков поводник и девичьи повязки вот здесь у женщин все закрыто и девушке за полочек открыто вот посмотрите, вот этот живящий повязок вот, смотрите, вот здесь у женщин вот, вот коса вот, о чем говорит одна коса? ты не замуж! я не вас прошу ты же молодой человек жених вот о чем говорит одна коса? да, девушка не замужем она одинок от нее можно засылать сватов то есть будущая невеста ну, была так что? не, одна коса имеет право показать вот ну, когда была самая свадьба приходили девушки, подруги распускали эту косу, закрытали две косы все и с этого момента она покрывала волосы и уже не имела права показать свою волосы вот, вы замужем? да вот вы ее кастово волосы потому что любая женщина замужем а вот вы будете смеяться но у меня вот всегда разрешение есть ну, это так, к слову пойдемте я разный здесь у нас шарь откуда шарь появился вы знаете, да? с перси ну, откуда-то оттуда все правильно с перси на счет этой инди-перси там настолько вот переслетена культура что они все там пересекаются переплесками все такое знаете, одна культура такая она очень многобратная она очень сложная какая для понимания и вообще для восприятия ну, все откуда пришло вот эти вот шарьи приходили из Идии вот традиции шарьи из Италии шарьи были еще с 15-16 века и по великому шелкому пути вот ну, какие-то Афанаси Никитина знаете, вот это устроенные фильмы есть который ходил за Приморья привозил вот эти шали они ну, не только вот они все купцы привозили эти шали ну, эти шали были очень дорогими статусами и показывают положение женщинам и содержание о чем я говорил не просто так все обманывают они имеют свою поддержку свое содержание ну так вот этот огурец я вижу, вам его называли песок потому что он тоже начали печатать этот огурец это для иранцев это кипаристские планированные решения перед сельничным что-что? или фрактуется как среза лаками первых буквах это типичное восточное рисунок потому что он был взводом посмотрите вот картину вот эти первые половины 19 лет вот эти шалиф и все с восточной восточной висунки вот не будете вот так в музей притековки еще тогда отдать их на это внимание в первые половины 19 века обязательно женщинам получат шальф такие парадные портреты вот этот шальф середины 19 века начали печатать и печатали как не придумали рисунок а брали восточную старинную шальф делали копию срисовывали делали рост и печатали ну в вашей цели так образно говоря делали подъемку условно говоря просто шесть полиции двух нитров делали вот такие портреты немножко о платском посаде ну куриц вам известен на фигевой войне 1812 года часовня которая построена к столетию войны в советское время снесли но моими стараниями эти часовни была восстановлена сама малифактура школа Паповско-российский монастырь колоколье храм снесли в советское время то есть знаете вот вот город есть слышали такое любого города вышли какой-то свой хор вот вот у нас тоже есть свой хор немножко я его когда снесли храм Христа Спасителя наши подвижники взяли и снесли вот эту часону хотя она посвящена войне как бы военным событиям то же самое Патровский воскресеянский собор там был склад что-то взорвалось кусок стены и его снесли само колоколь не стали сносить потому что там часы такие же часы как московская Кремля их сохранили ну чтобы народ видел время сколько времени ну снесли после войны все вот Нубаковская знает и Тихонова фестиваль сейчас идет вообще-то как бы все замечательно хорошо вы в музей были да? что удивительно это когда делается музей был целый проект это дочь Тихонова занималась этим вопросом были гранты на это деньги были отпущены на это решили сделать музей Тихонова в двухэтажном деревянном доме с наличниками такой классик Патровский дом хранился 19 века деревянный классический дом красивый симпатичный двухэтажный вот чтобы сделать музей что с домом сделали снесли и построили новое да снесли и построили дом любая женщина могла купить себе платок любая любая христианка не один а несколько имели таких платков на всякий случай в жизни там день в школе вечером при одеться и самый такой дорогой подарок любимый подарок у женщин был когда мы уже возвращались я работаю что? платочек платочек да подарки подарок-то недорогой но очень приятный и в душе приятный мануфактур было очень много десятки всяких мануфактур в России ну о всех мы не сможем сказать только метр вот это Прохорская трехгорная мануфактура которая делала вот такие красочные плотки прямо знаете подстать шами тиражи были тысячные на всю Россию расходились и поэтому они были очень доступны и знаете но в общем-то вполне приличные хотя если посмотреть на большее на качество там много неточностей на шарик это не допускали а здесь вроде как и ничего и нормально и так и ничего вот такие прекрасные плотки и посвящены многим личностям дачам событиям и так далее платочек 1762-й год посвящен тысячелетиям кто был велик в Новгороде видели этот памятник слава богу сохраняется вот этот платочек коронация Александра Третьего 1883-й год и кстати художники особо не мудро стали с композицией брали артбийский платок брали оттуда композицию со своими символиками на артбийском боже хранил королеву на нашу боже царя хранил ну соответственно символика Александра Третьего коронации вот этот платочек памятник народу брали 1896-й год особенный платок хотя он такой скромный но очень особенный что это за праздник знаете 1896-й год народный праздник ну кронация правильно слава богу дождущие знать коронация вот что там это было на Хадынском поле какие трагедии была а за что трагедия была почему знаете как обещание да 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 дружки дружки печенье крашного мужа добыл и в Захар привез вот смотрите ну вот смотрите что интересно что за подарки были вот этот платочек видите здесь нет символики Николая Второго вот как здесь почему потому что этот платочек использовали как кулёк поэтому изобразить Николая Второго символика не стали чтобы не споганить образ будущего царя просто вот платочек народный праздник в него заворачивали баранки конфеты пряники колбасу сыр кружку которая посвящена этим событиям ну там подарки много разных в частности вот этот подарок с этим платком связан таких подарков приготовили порядка 20 тысяч а народу туда приехали от 30 до 40 там подсчеты разные когда поняли что подарков всем не хватит объявили разойдитесь подарков всем не хватит а народ то издалека приехал заранее приехал там ночевал все хотят получить извините колбаса сыр по тем временам это такой неплохой подарок вот образовалась давка там было неплохо подготовлено место там какие травы были закрыли досками народ попадал подавился и погибло порядка 1300 человек по месяцу от 12-го года ну что здесь из-за того что вам все понятно Александр I Карплан Витоли Кутузов ну и вот эти вот события которые это провели наши художники этот платок подник Ивана Сусанина это второе сетлетие было романов с чем этот подник заключается вы знаете да ну здесь все это описано была опера написана Иван Сусанин опера Жизнь за царя да а вот первое название это опера Жизнь за царя я спрашивал первое название Жизнь за царя нет слава богу хоть вы это знаете это 1836 год Николай I представьтесь он знакомился и было написано название Иван Сусанин это жизнь царя ну дайте мне сказать дайте мне сказать дайте мне сказать и было написано название оперы смерть за царя ну Николаю I слово смерть не понравилось замените название жизнь за царя но в советское время какой там царь вот кто Иван Сусанин вот кто побед совершил и вот теперь была в советское время опера названия Иван Сусанин теперь вот с двумя названиями жизнь за царя или это Иван Сусанин вот этот платок интересный это сборка-разборка ружья бердана и устав караульной службы такие платки выдавались солдатикам это канун первой мировой войны ружье бердана стояло на вооружении и устав караульной службы ну солдатики в основном крестьяне а крестьяне научили их в церковной предсказке в школе читать, считать все им достаточно научили и свободно ну и они когда приходили в армию давали такие платки чтобы изучать все как местную службу и прочее вот и такими платками было разрешено им даже перевязывать раму пожалуйста если где-то что было необходимость а вот такой вопрос вам провокационный почему не на бумаге а на ткани не размылось дольше сохраняется дольше сохраняется а вот почему у нее бумага намокает и растирается а не намокает не та проблема но урвется бумага ну не та проблема стирается ну по разу используем сгореть может хотя ткань тоже горит стирать не может вот 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 правильный ответ если дают на бумаге они там это революционные времена до первой мировой войны они все эти самокруточки переведут все и от них еще не останется а вот на ткани они сохранятся больше вот традиция этих платков как бы из-за событий дат сохранилась в советское время вот этот 37-й год платочек это 20 лет революции 2027 ну здесь все понятно что изображено да это революция взятие зимних дворцев коллективизация индустриализация армия на подъеме насчет индустриализации вот сейчас ВВП какой у нас примерно построили порядка 500 заводов правильно потому что бесплатная рабсила рабы все не только не только это была просто вся экономика поставлена на развитие и может быть в этом даже и правильно почему потому что не развив экономику мы бы войну не выдержали бы то есть не смогли бы потому что свое производство давало все необходимое вооружение вот 500 заводов вы знаете да 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 согласен ну то есть это как бы развитие эти промышленности подкинская станция метро это одна из первых метро строительство метро еще хотели построить до революции обсуждали в думе проекты были готовы документация и отказались ну одна из причин одна из причин там причин было много одна из причин будут воровать ну обклады и прочее строительство государственные деньги приставили был приказ извините воровать было нельзя невозможно извините за колоски там уже наказывали а тут вот никак объявили комсомольской стройкой привезли шахтерам все необходимое и начали строить а документацию взяли использовали ту которая была еще до революции сделана метро комсомольское вспоминайте там использованы элементы вот той документации которая была еще до революции сделана вот эти плафоны вот эти мозаики все это было как бы использовано то есть не один в один а переработали по своему ну и в результате построили самое лучшее метро в мире чем можно гордиться вот старый победитель с орденом герои с орденом победы герои вообще-то дважды герои но здесь вот одна медаль вот одну звезду героя он отказывался носить его присвоили но он ее не носил на некоторых портретах две звезды а так в целом чаще всего он носил одну звезду вот такой вот скромный товарищ ну на фоне Ленина продолжатель традиции у нас соответственно барановский платочек символика барановская ну и символикой окончания войны медали и прочее а мне не использовались а это знаете как панно как плакаты использовались это не то что носили то есть небольшие тиражи нет тиражи большие это все в народ шло все раздавалось дарилось на праздники это знаете там на заводе мероприятия вот давайте подарим стали давайте раздавали их там каким-то рабочим а сейчас панно 1947 год где-то к 100-летию ой 800-летию москвы 800-летию москвы допечатаны по заказу правительства москвы насколько я знаю для стильной промышленной выставки посвященной праздник работали лучшие художники москвы и наши фабрики художники были даже допущены в музей московского кремля чтобы собрать материал чтобы создать вот такой вот панно выполнен вот такой в неорусском стиле в неорусском стиле вот что здесь изображено я думаю все понятно вот эти восемь крем это как 800 лет это вот развитие по столетию Москвы деревянные белокамени краснокамени храм Василия Блажева Паховский собор большой театр дом Башкова мурзолей Ленина это символ но это здание знаете да северно-речной вокзал который построили в 30-ом году и Москва объявили портом пяти морей и вот чтобы сделать такую московку в самом деле портом поставили такой речной вокзал там сейчас слава Богу порядок навели сделали музей прекрасный хороший землодок который рядом живет все довольны вспоминайте я вам показывал прялку не показывал прялку нет в самом начале в самом начале там деревянная прялка на рисунок не показали вы нам не показали вы нам из-за времени ацент не делал не из-за ну торопился только вот если вы сейчас посмотрите вот изображение оно взятое из традиции то что сделано и напрялкой напрялки это древо жизни это как бы семье процветать жить хорошо чтобы все благополучие было чтобы семья как бы развивалась процветала процветала вот и здесь напомню изображены древо жизни по углам это такая древняя традиция еще как бы пожелание Москве жить процветать благодетствовать ну и совершенствоваться и так далее вот на такой хорошей ноте я как бы закончу такие вот какие-то